И сейчас я на эндуро-вероприятии, которые проходят в Батрисамаре и называется «Моя первая гонка». Конечно, это моя первая гонка не в плане участия, пока что в гонках я еще не участвую. Честно, случайно сюда приехали поснимать, потому что сюда ехали мои друзья, и я с ними цепанулась, и вот я здесь. Короче, снова движ, снова эндуро, снова все это я увижу. Погнали! Свет! Рада видеть! Че, как? Как настрой? Да нормально, и че. Че, когда приехали? Сегодня, вчера? Вчера. Успели потренироваться? Хватит просто поспать успеть, боюсь. Поспать успели, это самое главное. Ну да, тоже хорошо. Александр, ребята, трасса, которая находится в Тамбове, эндуро-стадион в Тамбове, крытый, очень крутой. Всем советую приезжать, снимали об этом ролик. Вот, поэтому вот этого Александра, этого человека, запомните, он сделал хороший стадион в Тамбове, приезжайте туда. Удачи тебе! Спасибо! Движуха, движуха, движуха! Вот это я, конечно, вовремя попала. Гармошечка! Как стишечные карамфи просто полетели. Поднимите руки, кто гол? Первый ряд точно не затесался никто из других классов. Просто посмотрите, сколько кончиков сразу в одном карьере на золото. Я не успела просто сбежать, посмотреть, это уже класс серебро, я не понимаю. Вот видите, они, короче, там все столбились и просто... По очереди влезают, потому что боятся упасть. Да, и это класс серебра, и они здесь просто по одному сейчас и заезжают. Ну, колцы пролетели, я их даже не успела застать. Окей, я просто бежала, но не успела. А вот и борются серебро с этим подъемом. Красиво! Да! Круто! Самое главное, на цикл залетел, но и сам зайдет. Ну, а пока еще не все серебро проехало. На этот подъем уже на подъезде подошла бронза и объехал ленточки, походу, или нет. А, еще меня грязь не отдал. Короче, поднимаются с других подъемов, ребята. Вот их мы видим, да? Да, и падают. Они, короче, нашли с другой стороны. Не знаю, насколько это правильно или нет, но просто ребята объезжают с другой стороны подъем. Держите, держите! Вот что-то крыло уже полетело, пластик пошел. Вот скатился, где не ждали, так сказать. Ну, все, можно бросить мосик. Итак, пока на этом подъеме никого нет, пока все три класса gold, серебро и бронза проехали, этот каньон, выехали из него. Немножко похожу по каньону, порассказываю. Короче, вот здесь вот сам вот такой хардовый. Я так понимаю, что вот здесь вот именно они, короче, едут, мотики свои переворачивают, либо уже отдельно без мотиков собираются. Вот тут они прям застревают, короче. Вот тут вот прям чувак еле вытащил мотоцикл. То есть я так понимаю, что этот более простой путь, кажется, с одной стороны, да, но здесь можно завязнуть и встрять, встрясть вместе с мотоциклом, завязывать в грязи. То есть если ты уверен в себя, то ты, скорее всего, поднимешься вон там, проскочишь и все. А пока мы ждем на второй круг. И уже вроде кто-то подъезжает, а или маршалы, организаторы. В общем, здесь пять кругов будет у каждого класса. То есть они прям по кругу будут двигаться. И, в принципе, можно будет несколько локаций даже посмотреть. Вот, смотри, тут ребятки, которые заняли прям VIP-места. Прям вот возле этого подъема. А, мы в блоге. Вот. Вот у меня в блоге. Что, откуда вы ребят вообще? Мы из Самары. Из Самары? Вы прям со стульчиком и специально пришли сюда, чтобы вот VIP-места уже все бронировать, да? Да, мы их в аренду хотим сдавать. Вот он. Нифига он несется. Вот и все. Вот и проскочил Черняев. Собственно, по съемке ничего интересного. Проскочил и проскочил. Короче, посмотрели мы одного Черняева. А кто второй проехал, не помнишь? Нет. Вот. И пошли искать другую точку интересную. Вписалась тут к ребятам. Надеюсь, они знают маршрут. У вас отдых? Да. А куда бросил? Не знаю. Говорит 228-й номер. Непонятно, куда ехать. Какая ситуация? Тут гонщики встали просто после них пустошек от голов. И не понимаю, куда ехать немножко. Получается так. Получается, что не получается. Да, какой-то крутой подъем получается. Как думаете, они поступки одинаковые подъемы? Ну, это как будто бы визуально легче. Ну да, там лучше. А туда подняться намного легче, чем здесь. Но глаза обманывают. Вы куда поедете? Да. Где полегче? По кайфу, да. Где по кайфу. А вы откуда, как его зовут? Набережной Сумы. Ого! Наиком Экстрим Мотокросс. Ого! Ура, товарищи! Ого! Какие ребятки тут! Ну давай! А мы все ждем очереди, я так понимаю, просто пока ребятки заедут. Или скатятся. Ого! 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 Офигеть! Он его решил подтолкнуть! Упали, блин! Ты его хотел подтолкнуть, да? Да-да-да! Поддержать! Ну а здесь продолжаются попытки. Ой, какой номер у вас классный, 166. Нифига вы там вкопались вообще! Офигеть! Офигеть! Глубокая колея тут! Смотрите на глубину. Вот камера, конечно, не передает на глубину. Это просто! Там, там просто метра... Там полметра будет глубины этой колеи, наверное. Так, так, так. Оооу! Резво! Вот так вот взаимопомощью решаются все сложные моменты на трассе 668 и 666. Вот так вот ребятки вышли из этой колеи. Пока мы тут стоим с Александром из Самары, вытаскиваем мох. Мы хотим, ребят, прорекламировать для всех самарских пацанов прокат питбайков. Прохват 163, приезжайте, катайтесь. Разные мотоциклы, питбайки там, я так понимаю, какие питбайки. Питбайки среднеразмерные, разные мотоциклы. Ага, короче, приезжайте, пацаны научат, покажут. И вот вы так же будете стоять вот тут вот в этой колее, измученный, но, но счастливый, как Александр. Так, а нам нужно будет тягать мотоцикл. Может, я чем-то помогу, я не знаю реально. Я не знаю, я хочу про сцепление перегревать. А что за мотоцикл этот? Китайский. Зер? Да, регуль мото. А, регуль мото. Да. Итак, а я продолжаю наблюдать за историей Александра Манова на этом подъеме, номер 666, с кем успешно прорекламировали прокат питбайков и мотоциклов остальных. Короче, он решил спуститься вниз, скатить мотоцикл. Ну, посмотрим, что у него получится уже из этого. Сейчас он подберется сила, отдохнет, я так понимаю, и заедет еще разочек сюда. А мы видим мучение 818 номера. Сейчас мы немножко поднимем его поближе и посмотрим на его мучение поближе. Но шоу не будет. Шоу не будет? Ну ладно, шоу не будет, будут диалоги, будут интервью. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Андрей, я из Тольятти. Тольятти, Андрей, как вообще вам гонка, трасса, сложно? Да, да, я вообще грибник, я, может, сюда выехал за грибами и думаю, дай попробую. С заматерыми угнаться. Вот они проехали, а я вот застрял. Ну, сейчас следующие подойдут, я типа с ними еду. Ну, ну, тогда они просто колею нарезали тут уже, наколесили. Да им без разницы, где ехать, колея не колея не умеют. А мы-то грибники, че, вон мы все стоим тут. Опять нет маслят, нет шляпка какая-то. Много где участвовали в этом сезоне уже в каких гонках? Нет, первая гонка. А, первая гонка. А, откуда с полгорода? Тольятти, Тольятти. А, Тольятти все, я все забыла. Прямо, прям рядышком совсем. А до вас кривые руки все дела, это мы загулирули. Так, что у вас за нациклосы? ГР8? Тихо, ГР8. Как себя ведет? Ой, мне нравится, вот я плохо, наверное, себя веду, а он отличный. Мотик не подводит. Только все-таки много, многие говорят, что дело не в мотике, дело в водителе. Может быть, я-то мешаю кому-то. Мы в водету заедем. Да, да. Так, ну 47 номер подошел, а я тут все, стою, мешаюсь ребяткам проехать этот подъем. О, Тольятти, удачи. Давай, давай, бог, свидимся. А тем временем грибняков становится все больше и больше, ребята стоят, кто-то стоит, отдыхает и знает, что делать, кто-то поднимает, понимает, куда ехать. Вот, тем не менее, тут такая тусовка просто в лесу образовалась. Сейчас стоят, чилят, болтают друг с дружкой. Скажите, а почему так много здесь мотоциклистов собралось вместе? Они не знают, куда ехать или подъемы сложные? Подъем сложный, силу нет. Чего? Силу нет. А, силу отдыхают все? Да. В спокойной атмосфере, с перерывами на отдых. Здесь, ребята, вот так вот, вот так вот здесь вот, ребята, в Самаре на МПГ-2022. Моя первая гонка. Как у вас дела? Устали? Решили отдохнуть, да, полез постоять. Как вас зовут, откуда, в лесу, в город? Сызрани. А, из Сызрани тут рядышком. Игорь, да? Да. Это ваша, какая гонка уже по счету в этом году? Вторая. А первая где была? Ну, я. Не, ну, проскочил, мотоцикл забросил, красавчик. Ай-яй-яй-яй. И опять-таки та же самая проблема на самом подъеме, просто мотоцикл останавливается. И, Катя, по-вниз, че-то подъеме. Измените с гонщиками. На второй заход. На второй заход, да? Да. Во, красавчик, красавчик поднялся. Спустился, разгончик набрал, с первого раза не получилось, с второго все получилось. На нафиг. Так, и действие значит четвертого номера, я так понимаю, что он быстро его спускает обратно, набирает разгон и поднимается снова. То есть не мучает себя на этом подъеме, не пытается со сцепления трогаться, а лучше спуститься. Такая опасная ситуация. Они буквально застряли оба. Кускварна вырвалась, а газ-газ, нет, не газ-газ, остался там, в колее. Это что такое? Пипец. Да просто, на целый мотоцикл глубина. Лучшее место, да я бы... Вообще. Походу, нужно немножко левее брать. Просто целый, целый мотоцикл, ребята, посмотрите, он просто красивый. А сейчас я хочу подойти к одному гонщику, он тут уже давно стоит в лесу, для номер 84, если я не ошибаюсь. Здрасте, вы тут давно стоите. Как вы, устали, отдыхаете? Я нет, я не устал, но сломался. А что сломалось? Не знаю, поковырялся, проверил, то что может быть, пока причину не нашел. А, просто ушли, да? То есть, возьму страницу, страницу, да. Куда? Я здесь поднимался, но начал уже подниматься. Пару раз чихнул, я, наверное, потерялась, когда потерялся. Это самое обидное, вообще. Да. Да. А вы откуда, как зовут? Удмуртия. Удмуртия? Симсинский район. Ничего себе, из Удмуртия ребята приехали сюда, обалдеть, вообще. На что вы приехали, что за мотоцикл? Мы где-то старенькая Ямаха. На Ямахе? 2003 год. Ого, 2003 год Ямаха. Я бы не узнала, что-то Ямаха 2003 года. Прикольно. Сколько вы ехали сюда часов, получается? Как вы добирались? Часов, наверное, 9. Ага. 9 часов. 100 километров. 100 километров. А, я просто из Москвы сейчас анализирую, где меня Удмуртия. А, это там. Да, это в Москве. Да, это в Москве. Да, это в Москве. Да, это в Москве. Это вообще я перехал от сюда. Да, 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 да. Получается так. Как вы зовут? Меня Ренат. Ренат, вот, очень приятно. Ренат, Марина меня зовут. Да, очень приятно. Бум знакомым. Да, вот так вот Ренат попадает в мой видеоблог. Всем привет, еще раз. Вот, вот. Все-таки мотоциклисты самые прикольные, веселые люди. Застряли, сломались. Нет, стоим, улыбаемся. А что делаем? Кайфуем. В лесу. Погода прекрасная. Дождь обещали, но пока еще нет, слава богу. Итак, номер 315 на каком-то интересном мотоцикле. Я так смотрю, засел. Просто вы, вы просто посмотрите. Это полный, полностью мотоцикл просто уже вошел туда. Почти красиво. Стой, 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 я огонь. Подожди, подожди. Итак, уже 4 человека на помощь одному мотоциклу. Вот так вот 4 человека вытащили 315 просто из этой глубочайшей коленизи. А что это за мотоцикл у вас? Это старая, японская. Прикольный такой. Как называется? Ямаха, нет? Джебл. А, Джебл, нифига себе. Я даже такой и не знала, что есть такой мотоцикл. Джебл просто. А вы остались, будете остальным помогать, да? А? Вы будете остальным помогать? Да. Вообще такая, на самом деле, дружелюбная гонка складывается. Вот 315 номер остался помогать своим товарищам, которые следуют самим. А вы откуда? У вас команда своя? Как вы? Нет, мы просто вместе катаемся в городе. Из Самары? Да. Как вас зовут? Евгений. Евгений. Очень приятно. Тут жестко вы застряли. Почему едете на мотоцикле такой уникальный, как вы считаете? У меня те редкие, сейчас это мотоцикл получают для таких гонок. Ну, не знаю. Ну, нет, тут вообще очень много. Просто тогда, когда я ее покупал, особо выбора не было. А что купить. То есть, Китай был совсем китайский, для него невозможно было есть. Поэтому, пал выбор на японский, на старенький. Для начального эндуро было недостаточно. А сейчас просто финанс. Покайфу. Болеет что-то крутое купить. Да. Ну, красиво смотрится прям, уникально. Так, что-то я заболталась там. Заболталась. Стою, стою, короче, прям на трассе. И замотики пролетают. Господи. Все. Все. Заболталась. Заболталась. Я тут, да. Стою с гончиками. Ой, сейчас эмоции. Что-то. Мазак, короче, не влетел. Так, так, так. Давай! Давай, 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 давай! Ура! Наконец-то! Я болела за вас. Все, я спокойна. 666 номер заехал. Я наблюдал за его историей. Подъем, пожалуйста, для... Для бронзы. Для бронзы, да. Ну, что еще, как вам подъемчик для бронзы? Я уже вовсе попробовал везде в очередь. Здесь меньше всего народу, поэтому поехали туда. Ага. И вот он только заехал, ребят, посмотрите. Он не прыгает скорее на мотоцикл, а бежит помочь другим ребятам, которые также застряли в это глубокое колее. Наверное, это характерно, конечно же, для класса бронзы и серебро. Ну, для тех, кто не профессионал в этом деле, для тех, кто это на любительском, наверное, уровне, поэтому они так себе помогают друг другу. Надо еще добавить, чтобы участнику не сразу помогать. Он должен сначала понять, куда он попал. А вот поможет помогать. Ну, да. Возможно, возможно, да, он сам должен осознать все это. Возможно, нужно осознать, потренироваться, подушать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Субтитры сделал DimaTorzok Приехали измученные гонщичи серебра. Ну ладно, я тебя тоже до конца помучаю уже интервьюшкой. Как трасса, почему сошел после первого круга? Куда ехать? Сейчас остался. Так, ты куда ехать? Безвициной Времени много ушло на первый круг, да, получается? Кто похитрее, у того полтора вышло. Кто похитрее, он по верху пошел и все. Круг срезал. А кто поправильнее, тот что перезал. Срезать же нельзя, там же навигатори, нет? У Уголдов, да? У Уголдов, да? Да. Ага. Ну как в целом вообще ценишь эту гонку, пускай по трассе? Я думаю организаторы съездили, насмотрели сто процентов и пытаются сделать здесь. Похарду сделали то, что да? Серебро совсем не серебро. Так вот у нас сто процентов Самара получается. По сути можно проехать, я думаю час, максимум полтора. Ага. При условии, что затыков не будет. Как зовут, откуда из этого города? Ради набережной Челны. Наиком экстрим. Ура товарищи! Ребятки из команды набережной Челны, да, всем привет! Чистополь еще, да? Чистополь, да. Чистополь, да. Вы уже проехали получается, все? Все, мы уже финишировали. Сколько кругов проехали, сколько удалось? Как надо все. Всех победили. Один. Нас остановили, просто побоялись, что мы вообще всех порвем, а сказали нельзя Гаврилу вам гонять. А то Голдов порвете, они обидятся, да? Обидятся, а у них они же, мы-то не публичные, нам нельзя светиться. Меня зовут Сергей. Сергей, расскажите, сюда приехали гонять или вот гонять ребят, чтобы они гоняли? Ну, я приехал как механик помогать контролировать ситуацию, следить, помогать им застроиться на гонку. Большая команда у вас? У нас? 17 команда очень большая, да. Мы это единый целый, стоим в одном месте. Круто. Тренируемся вместе, едим вместе. А приехали участвовать и в серебре, и в бронзе, да? В золоте участвуете? У нас двух классов. Двух классов? Нет. В одном, все, у нас все в серебре. А, все в серебре. Да, да, да. Алло. Алло. Мне понравился твой товар, но мне нужно еще, на тех же условиях. Добро. Встречаемся через час. На том же месте. За что любите мотоциклы? За что? Вот почему все приезжают и мучают себя, мучают мотоциклы? В чем прикольно? Расскажите. За что любите мотоциклы? Ну, во-первых, мы с детства этим занимаемся, но не все. А настоящий мужской вид спорта требует больших физических нагрузок. Ну, мне тоже очень нравится, на самом деле, вид спорта, потому что, честно сказать, когда я уже осваиваю эндуро, и у меня просто все тело, все ноги настолько прокачиваются, что зачем ходить в спортзал, скачать попу, да, девочки? Если можно на мотоцикле. Если кто-то думает, что на него просто сел и ручку газа открываешь, это обманчивает впечатление. Да, это абсолютно не так. Вот вы посмотрите на ребят, снимите их лица. Вы посмотрите на сколько тратится сил. У него в поле, что он преодолеет. А это динамика. Они даже второй круг не хотят ехать, потому что есть сил. Обалдеть, обалдеть. Да не одна. Так, короче, ребята, легенда о том, как прошло слово Творожок. Мне сказали и разбежались. Элень перепутала все. Она может рассказать, а я опровергну. Ну ты иди сюда, рассказывай, а я опровергну. Оставим тайну про историю слова Творожок. А с Дмитрием мы пообщаемся по поводу гонки. МПГ. Моя первая гонка в Самаре. Дмитрий, как давно уже проводите в эту гонку? Я первый раз на этой моей первой гонке. К сожалению, не как пресс, не как участник пока. Расскажите о сложности, об ее истории с коленом. Так, проходит, наверное, где-то с 2017 года. Нет, с 2017 года она проходит. Это уже 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й мы пропустили. Уже много получается. 22-й. Это 5. Уже 5 лет. Уже 5-я по счету гонка получается. Она для кого? Для профессионалов, для любителей? Нет, для таких ребят, как он. Он, ну, короче, для всех. Поэтому она и называется «Моя первая гонка», да? Про историю создания, про название, пару слов. У нас только с придумываемым названием, поэтому это, наверное, было самое простое название, которое мы смогли придумать. Сколько участников в этом году у нас зарегистрировалось? Чего-то в районе 200. Нормально. В прошлом не было, но за прошлым тоже 220-230. У нас почему-то сюда приезжают. Почему-то приезжают из Америки. И все-таки удивляются, ну, красиво, природа у вас. Даже, даже обещали дождь, но дождя вот, не знаю. Сейчас будет, сейчас закончим через это. Через 40 минут будет. Надеюсь, нам повезет, и мы не застанем дождь. А сколько участников в классе голд? В серебре, в бронзе? Голд, по-моему, человек 40. Самый... Короче, в серебре где-то 120 плюс-минус, и где-то 40-50 в бронзе. Ну, и получается сложить 200. И сложить получается 200. Что скажете вообще насчет эндуро в России сейчас, на каком-то этапе? Ой, сейчас все круто, я понял вопрос. Сейчас развивается, я даже не в теме. Все вообще круто. Я знаю, что круче эндуро нет. Не-не, это просто в целом про то, что... Да нет, все развивает, гонок полно. Да, то, что реально в каждом регионе, вот мы приезжаем и видим, кто ли там, да, одна-две-три топов гонок и чемпионат, но в каждом регионе есть... Кубок водокачки. Кубок водокачки? Ну, типа, да. Это где у вас проходит такой? Вот сейчас идет... А, а почему кубок водокачки? Ну, там просто... А, типа есть такое выражение, да? Это как мурашки, вот. Так и кубок водокачки. Да, то есть, это новое выражение, которое я... Это не новое. Нет, не новое? Для меня, для меня, для меня. Для меня новый кубок водокачки, то есть, это, типа, ну, малоизвестная гонка такая, типа... Ну, наш немалоизвестный. Ну, ну. Короче, занесла меня на кубок водокачки. В Самару. Да. Курумыч, аэропорт. Вот это здесь находимся, май, конец мая, прекрасная погода, прекрасные... Даже клещей нету. С прекрасной гонкой, моя первая гонка. Будем смотреть, как мучаются гонщики, будем радоваться за них. Смотрите, какой классный мотик. Хочу такую игрушку. Где я взять такую игрушку? У нас время закончилось, верно? До 15.00 должно было быть все? Да, все, в 3 часа, тем что... А тебе то, что голды остались на трассе, что с ними делать? Ну, если они уже успели проехать, их сейчас метва, если не догонит, то, скорее всего, он их не догонит, то тогда они, это еще один круг зачитается. У них будет по 5 кругов проезда. 113. Маленько. Да. Прям буквально пару минут на пятый круг не успел. После Геленджика эта трасса, кажется, гораздо легче или свои нюансы есть? Трасса не может быть легкой. Если она едется легче технически, то ты едешь быстрее, у тебя все остается. 3 часа, ты... Вот так вот. Как это может быть легко? Я не могу себе представить. Вон, парень, ты в финише просто валился. Да, да, да. Какие основные интересные места подъема, очереди, может быть, что-то мешало такое? Ну, я хочу сказать, что было много интересных мест, и они становились интересные на втором-третьем круге, когда было побольше людей. С тем, что можно было посоперничать? Ну, да, да, да. То есть ты так заезжаешь, заехал, а здесь у тебя нужно кучу людей, ты должен выбрать траекторию, и это сложно. Разметка хорошая, трек интересный, тайминг соблюли, старт ровно 12, как сказали. У меня никаких претензий вообще нету, и даже не грязно сделали, молодцы. Максим, долгое время все круги шел, наверное, прям в хорошую позицию. Четвертая, если я не ошибаюсь, да? Четвертая, пятая. Четвертая, пятая позиция, и уже Маликов где-то уже ближе. Финишом, Огнал. Ну, мы с ним всю гонку. Вместе боролись, получается? Да, друг друга, вот так, менялись. Всю гонку шли бок о бок? Ошибка у одного, второй объехал, у того ошибка, этот объехал. Кто больше ошибался? Да, постоянно, как бы, нет-нет, когда спешка. Ага. В плане сложности, как оцениваешь трассу? Да, хорошая, такая, выматывающая, как бы, если мы ехали без остановок вообще. Угу. То есть, один раз заправился, и все. Бака, то есть... Ой, в принципе, хватило пенсила, да? Нет, на три круга. А, на три круга. Многие ребята говорили, что, насмотревшись на гонку в Геленджике, 100% хендуро, ребята хотели здесь, надо приблизиться, усложнить трассу. Что скажешь? Ну, я в прошлый раз не был, но, конечно, с Геленджиком ты не сравнишь, это ходовая трасса. Ага. Ну, это вообще хорошо, подсматриваешь за всеми шляпами. Ага. Ага. Сами так учились, у других. Ага. Это возможность приехать и, можно сказать, научиться утопчикам, да, прям непосредственно на их ошибках, может быть, на их хорошем опыте. Какая-то, если догонишь, то, может быть, что-то и подсмотришь. Ну, догнать не догонишь, вот когда они тебя обгоняют, что-то успеваешь впитать. Ага. Ну, как, ты уложился? Ну, говорят, два круга проехал. Два круга проехал, да? Сложно? Да нет, ну, как, не сложно, если не ошибаться, то нормально. Какие затыки в основном были? Ну, ножка поломалась на гребне, она прижала. Ты прям прикрутил ее, да, сразу что-то? Минут 20 я потерял на это, да. Ага. Вот. Вот, и уши эти там чуть оторвало. А-а-а. Так, за тысячи места очень много народу и, как бы, несложный подъем просто, ну, толпа собирается. Все перемешиваются, и грунзый, и серебро, и все. Да, и приходится искать другой альтернативный путь, а там закапываешься. А-а-а. Вот, а так вот второй круг, ну, я быстрее проехал на час, потому что заводная трасса. А-а-а. Ну, все есть, так, нормально. Медальку получите! Уже пробовали на шлем, да, никак? Сколько успели кругов проехать? Три. Как вы вообще живы? Нормально все? Встал. Встал чуть-чуть. Откуда вы, какой город? Встал чуть-чуть, либо в Самару, место. В Самару. Да, да. Сложно трасса была? Да, для меня, да, очень сложно. В этом году первая гонка? В этом году, да, участие в первой гонке. Сложен был первый круг из-за больших-больших затыков. То есть траекторию, которую ты выбираешь, недоступна, и начинается валяние. Второй, третий уже удовольствие просто. Потому что все уже рассеялись, да, в основном? Да, и ты едешь в своем темпе прям удовольствие просто. Это кайф. Вот так вот, прямо здесь, прямо на трассе, прямо только-только, закончив свою гонку, финишировав, класс бронза тут же получает свои медали финишера. Кстати, медали рассчитаны на каждого участника бронзы, как сказали мне девчонки. Вот сейчас я еще раз покажу вот эти вот медали, вот эта куча вот этих вот медалей, как сказали девчонки. Они предназначены для всех, да, девчонки, да, для всех бронзы. Серебро и класс голд будет награждаться отдельно, они будут уже во второй день гонки награждаться. Ну, а бронза получает свои памятные медали вот прямо здесь, вот прямо переехав, вот это бревнышко. Сейчас мы еще раз это пронаблюдаем, номер 68, Лена машет черным флагом. У нас еще один финишер получается, 58 номер. Раскочил, медальку свою не забрал, потому что он, наверное, и не знал, что можно ее забрать прямо тут. Давай, я здесь все досталась. Медальку. На шлем не надеваетесь. Устали? Как самочувствие? Сколько кругов проехали? Великолепно, два с половиной, я один круг срезал случайно, но я доволен, ехал здесь сегодня. Откуда вы приехали в город, имя? Самара, безымянка. И Саня. Саня из Самары приехал, вот на Авантиз, про карп. Как вы считаете, гонка тяжело была, на самом деле? Ну, я себе выбрал класс по уровню, наверное, но мне кажется, для бронзы это тяжеловато, потому что многие ребята, которые реально первый раз ехали, мне кажется, они офигели. То есть для многих это реально была первая гонка в их жизни, да? Ну, наверное, да. Но там ребята были на пидбайках, на пидбайке я бы такое не проехал. А у тебя какая это гонка? По счету или может быть в этом году, да, как мы сориентируемся? В этом году первая, а вообще где-то четвертая, пятая, может. До этого ездил в Хобби, и вот бронзы здесь похожи на Хобби. Угу. Другие гонки. Угу. Какие-то планы в мире эндуро вообще? Да, изначально были спортивные планы, а сейчас не особо есть время тренироваться и просто кайфовать. То есть просто эндуро для кайфа ты выбрал себе, да? Ну, кайфуй. Ну, ну все, без силы же, все, нет силы же. Прям на финише, да прям садись, отдыхай. О, давай. Дай-ка я валю. Рад, надо тут поехать. Все, уже просто переехал, финишное бревно, можно уже мотик класть тут. Сколько кругов успели проехать? Четыре. Нормально. О, давай. Первый. Пять кругов. Два. 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 Я не знаю как бы приехал, счастливый и довольный, по кайфу чисто проехал. Была борьба навязанная между тремя-четырьмя соперниками и по итогу которой я все-таки вырос. Чисто после Геленджика это гораздо легче. Кантри-кросс не легче, ты же эти 3-4 часа упасишь на напряге, поэтому по выносливости она очень схожа. Просто она другая, она скоростная. А в этом Геленджике за 3 часа мы только размяли своих, потому что нам еще 10 ехать. Какая гонка уже по счету в этом году, в этом сезоне? Слушай, наверное 3-4. Планы какие грандиозные на этот год? Планы на самом деле огромные. Главное чемпионат доехать до конца России и какие-то сопутствующие гоночные. Самый главный Геленджик мы уже были. Все, можно уже выдохнуть, да? Да, остальные уже по кайфу. Пока. Вот они голодные индуристы, только еще не успели переодеться буквально сразу же на кухню. Только искать по организации, что для всех гонщиков тут подготовлено питание бесплатное, то есть уже включено во все эти организационные моменты. И это хорошо, потому что гонщики, приехавшие только что с трассы, они дико голодные. И есть возможность сразу подкрепиться. Гонщики. 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 Гонщики.